Здравствуйте, меня зовут Покоев Сергей, и я вам хочу рассказать об информационных блока системы управления сайтом 1SBitrix. Одно из первых, с чем сталкивается человек, начавший работу на системе управления 1SBitrix, это инфоблоки. Практически любой сайт, разработан на Bitrix, не обходится от без инфоблока. Это основополагающий модуль в системе. Информационные блоки – модуль, позволяющий управлять различными типами однородной информации. С помощью информационных блоков может быть реализована публикация различных типов динамической информации, каталоги товаров, блоки новостей, справочники и т.д. Эта информация может быть представлена в доложном виде. Информационные блоки – это ключевой момент Bitrix Query Work. Практически все, что делается в системе в той или иной мере, завязано на этот модуль. Даже если это не отображается, явно. Информационные блоки представляют собой уровень абстракции над обычными таблицами с OBD. Своебразная база данных в базе данных. Поэтому к ним частично применимы все те правила, которые придерживаются при проектировании баз данных. Инфоблоки – сущность, которая в физической структуре баз данных, создает 4 таблицы. Не меняющиеся при изменении структуры данных. Типы объектов, экземпляры объектов, свойства объекта и значения свойств объекта. Плюсы такого подхода – удобный контроль над данными такой структуры из своего приложения. Универсальность методов. Общая структура данных для любого проекта. Возможность многократно менять типы данных для полей без уничтожения самих данных. Есть и минусы такого подхода – это повышенный требование к производительности, не прозрачность при прямом доступе к данным. Потребность заказчика сайтов очень разнообразная. Штатный функционал битреса МИБОКа не может решить всех задач, которые могут быть поставлены перед разработчиком при создании интернет-проекта. С реализацией нестандартной задачи необходимо использовать API. API-инфоблоков рекомендуется особенно внимательно изучать. Оно чаще всего используется при программировании. Также хотел бы обратить ваше внимание. Прямые обращения к базе данных настоятельно не рекомендуются. В этом случае не гарантируется работа базовой функции системы. Кроме того, это может привести к нарушению целостности данных. API-модуль состоит из нескольких высокоуровневых функций для выборки данных в публичном разделе сайта и набора классов с низкоуровневыми методами для более специализированной работы. Для получения данных при показе в публичном разделе сайта можно использовать функции API-битреса. Чтобы начать использовать эти функции, вам предварительно нужно подключить модуль инфоблока с помощью конструкции, которую вы видите у себя на экране. Для большинства классов Bittrex Firework доступны функции выборка данных, занесение нового элемента, обновление элемента, удаление элемента и другие функции. В системе 1 из Bittrex имеется целый ряд стандартных компонентов, которые вам позволяют работать с инфоблоками. Вы можете использовать их, подсматривать в них для реализации собственных компонентов, либо брать за основу и кастомизировать. Имеются такие группы компонентов, как Новости, служба для линейного отображения данных, Фотогалерея, служба для реализации собственного функционала галереи на сайте, Каталог, служба для вывода информации, где элементы размещены в каталогах с иерархией, для работы с RSS, для добавления и редактирования элементов, и прочие компоненты, такие как, например, голосование. Более подробно вы можете ознакомить с заступными компонентами документации по ссылке, представленной у вас на экране. Есть два режима хранения значений свойств инфоблока. В общей таблице по умолчанию это так называемые классические инфоблоки. И в отдельной таблице для данного информационного блока. Этот режим еще называется инфоблоки 2.0 или инфоблоки плюс. Оба режима имеют свои особенности работы с ними. Свою структуру хранения пользовательских свойств. В режиме редактирования уже существующего информационного блока ссылка «Изменить место хранения свойств» позволяет изменить тип инфоблока. А также, начиная с версии 14, в битрексе доступен модуль «Холод блоки», созданный на новом ядре D7. Модуль позволяет создавать сущности для хранения произвольных данных. Причем каждая сущность хранится в отдельной таблице базы данных. Таким образом, для каждого холод блока определяется свой набор полей, которые являются пользовательными свойствами ядра. Их конструируются в административном разделе. Их конструируются в административном разделе.